Жители микрорайона Восточный обеспокоены вопросом безопасности на дороге. На пути к автобусной остановке нет тротуаров и освещения. Чтобы моему ребенку дойти до остановки, мы идем через весь микрорайон и возвращаемся на остановку. То есть он делает большой круг. Еще один вопрос на повестке дороги в самом микрорайоне. Жители Восточного говорят, что в межсезонье сложно даже проехать по ним не то, что пройти. В межсезонье ребятишки идут в школу, кто идет даже до тех остановок. Они берут с собой две сменки. То есть сменка первая – это сапоги, которым надо пройти до остановки. Их даже не пускают, образно говоря, в автобус, потому что по колено в грязи. Они одну сменку во вторую одевают, едут до школы и там третью сменку одевают. Жители микрорайона обратились на прямую линию с президентом. Вопрос безопасности уже решается. Изначально проблема в том, что этот участок относится к дорогам регионального значения. Он соединяет населенные пункты, что предполагает определенные требования. Здесь не может быть тех объектов, которые мы привыкли видеть к городу, потому что у дороги другое назначение. Но в связи с тем, что населенные пункты разрастаются, действительно элементами дорога начинает становиться условно городской. Значит, что предлагаем сделать? В прошлом году мы уже разработали проектную документацию на ремонт всей дороги. Проект включает устройство тротуара с ограждением, освещение остановочных пунктов. В этом году все должно быть готово. На встрече также рассмотрели установку еще одного остановочного комплекса. Что касается благоустройства микрорайона, этот вопрос тоже в работе. Мы подготовили заявку на разработку проектной документации по строительству автомобильных дорог с освещением в микрорайоне Восточный. Срок с момента заключения контракта на разработку составляет 10 месяцев. После разработки проектной документации будем готовить заявку на выделение средств уже на строительно-монтажные работы. Мы договорились о том, что весной, когда как раз-таки дороги приходят в самое плохое состояние, мы приедем сюда еще раз. Также пригласим, значит, проведем встречу для того, чтобы точно убедиться о вопросе, может ли проехать скорая пожарная по этим дорогам и принятию определенных мер, которые необходимы будут для того, чтобы привести в порядок данное дорожное покрытие. Также по итогам встречи приняли решение на ближайшей комиссии по безопасности на дорогах поднять вопрос о снижении скоростного режима на данном участке. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тобольское время.